Зам губернатора Сергей Люльков сообщил, что МЧС проверяет готовность силы средств на случай, если природа в последний момент решит все-таки покапризничать. Ну а почему гидрометцентр так уверенно говорит о том, что поводки не предвидятся? Дело в том, что этой зимой на территории региона выпало гораздо меньше осадков, чем обычно. Более того, глубина промерзания почвы почти в два раза ниже нормы. Да и высота снежного покрова всего 8-9 сантиметров, при норме 21 сантиметр. Но если для безопасности Низин это хорошо, то для рыбаков представляет серьезную опасность. К счастью, у безумцев не так много. А вот людей, которые не знают, как себя вести в чрезвычайной ситуации с поводками, значительно больше. Так что сотрудники МЧС проводят сплошное информирование и раздают соответствующие брошюры. Одну из таких акций нам удалось посетить в поселке Мостовая. Находится он в черте города. Узкую в этих местах Сывьягу пересекает живописный навесной мост. Картина, умиротворение некуда. И все-таки именно в этих местах регулярно случается подтопление. Самое крупное произошло в середине 90-х. Местные жители вспоминают, что вода тогда доходила до самых окон. В этом году мы видим более щадящий режим развития поводок обстановки. Это минусовые ночные температуры и плюсовые дневные температуры. Соответственно, вода померзает, которая потаяла днем. Снег садится. В связи с тем, что промерзание почвы было довольно-таки незначительное, вода с полей, как мы проезжали, ушла уже в землю практически. Скрыты у нас три реки. Это река Сызранка, Барыш и Сельдь. Частично очистилась вся льда река Свияга. Во всяком случае, перед плотиной, которая находится в Ишеевке, там особо заторов нет. Уже чистая вода. Соответственно, вся вода, которая тает с полей, она уже уходит непосредственно в русло реки. Большие проталины имеются уже на реке Сура. Это хороший, так скажем, посыл того, что пройдет без проблем. Для контроля над ситуацией в областных структурах было введено круглосуточное дежурство ответственных лиц, спецтехники и аварийно-технических команд. Но главное, чтобы погода не подвела. Андрей Творгов, Даниил Сурков. Новость Юльяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова